На крупнейшей европейской мотоциклетной выставке Эйкма компания Хонда показала интересную новинку – возрождённую модель Transalp, получившую обозначение XL750. В её основе недавно представленный двухцилиндровый мотор объёмом 750 кубиков, который развивает почти ту же мощность, что и литровый двигатель для модели Africa Twin – 90,5 лошадок. Добавим сюда лёгкую стальную раму, регулируемые подвески шоу с ходами 20 сантиметров впереди и 19 сзади, спецованные колёса традиционных внедорожных размерностей и получим отличный среднекубатурный туристический эндуро. Куда больше вопросов вызывает другая новинка Хонды – скрэмблер CL500. В движение байк приводит тот же полулитровый мотор, что можно встретить на круизёре семейства Rebel. Он развивает 46 лошадиных сил и 43 ньютон-метра. Странно другое. Мотоцикл заявлен как скрэмблер, то есть как минимум кроссовер. И даже в качестве источника вдохновения дизайнеры выбрали вполне внедорожный CL72 из 60-х. Но при этом выхлопную систему проложили под мотором, где её запросто можно повредить о любое твёрдое препятствие. Странный какой-то скрэмблер. Интересно выступил самый, пожалуй, необычный производитель скутеров – итальянский Italje. Марка прославилась моделью Дрэкстер с неожиданными для такой техники рычажной передней подвеской и пространственной трубчатой рамой. Теперь тот же Дрэкстер, только в своей современной инкарнации, получил электрическую версию мощностью 16 лошадиных сил и спортивную модификацию 500 GP с полулитровым мотором, развивающим 43 лошадиные силы и столько же ньютон-метров. Последняя появится в продаже только в 2024 году. Ну а сногсшибательный дизайн даже комментировать ни к чему. Итальянцы это умеют. Очередную новинку показал индийско-британский бренд Royal Enfield. Ещё недавно эта марка казалась чудом выжившим в индийских джунглях динозавром и родом из середины прошлого века. А сейчас это вполне современная компания, выпускающая 600 тысяч мотоциклов в год и регулярно поставляющая на рынок новинки, пусть и несколько однотипные. Хороший пример представленный на выставке Эйкма Super Meteor 650. В основе силовой установки неизменная рядная двойка объёмом 650 кубиков и мощностью без малого полсотни лошадок. Идеологически это круизёр с соответствующей внешностью и посадкой, который неплохо впишется в актуальную гамму марки. Байк оснащён перевёрнутой вилкой, разъёмом USB и, представьте себе, навигатором, работающим в связке со смартфоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok